Итак, Фазмофобия. 25 достижений, 82 часа. Погнали. Фазмофобия. Кооперативный хоррор выпущенный в 2020 году компанией Kinetic Games. Поддерживает площадки ПК и VR. Имеет очень положительные отзывы и я с ними согласен. Но также есть и небольшие проблемы, какие я расскажу позже в ролике. Весь геймплей. Мы садимся в фуру. МА! Вызывай ГИБДД! Меня машина убила! Берем инструмент, идем искать призрака, он нас убивает, либо мы сваливаем. И все. Я буду использовать весь инвентарь, чтобы вам все наглядно показать. Начнем с датчиков. Датчик движения. Нужен для отслеживания передвижения призрака. Опа! Первая активность. О, вырубил. Так, эмпшник нам нужен. Эмп. Кстати, рацию сейчас заодно затесим. Эмп. Электромагнитный прибор. Создан для измерения электромагнитных волн. Есть миф, что он показывает призрачную активность. Рация. Приволь для связи с призраком. То есть, ты спрашиваешь, а призрак отвечает. Не все призраки отвечают в рацию. Он свалил. Куда-то. Ищем кость. А, сейчас поговорим, кстати, с ним. А, отрубаемся. Он где-то дверь открыл. Где-то открылась дверь. А где он ее открыл-то? Оп-па. Эмп пятого левела. Отмечаем блокноте. Запоминаем. Эмп пятого левела. Все ясно. Это, скорее всего, полтергейст. Это, предположительно, полтергейст. Потому что полтергейст любит кидаться. Попробуем кинуть ему блокнот. С Эмпой все ясно. Блокнот. Требуется для общения с призраком. То есть, вы его оставляете, а призрак в нем пишет. Попробуем положить блокнот. Он как-то слишком активный. Подложим блокнот. Он радио включил опять, да? А где он, собственно, типа? Он перемещается как-то жестко. Попробуем поставить штатив с камерой. Сюда. А где камера? А, она упала. И штатив туда еще запихнем с блокнотом. Он открывает какие-то двери. Но я не знаю даже, какие он их открывает. А, есть призрачный огонек. Призрачный огонек присутствует. Призрачный огонек присутствует. Это вот эти вот как пыль. Вот эти вот штуки. Это че было? Я в первый раз. Это обнова такая вышла. То, что на камере какие-то помехи были. Че-то он не отвечает. Что-то молчит наш друг. А! Ответ услышан, но он не хочет ничего говорить. Вот так вот лучше будет. Сейчас сделаем. Я его не вижу. Не вижу никого. Значит нету. Ультрафиолеты. Акси ультрафиолет должен быть ультрафиолет. О! Ну короче, я думаю, что это убаке. Ставим на убаке. А че у нас эти по проклятым было? Сейчас я вам покажу механику. Типа мы с друзьями играли. И постоянно ее использовали. Вот эту технику. Типа нам нужен гараж. Вот тут вот. Кость, кстати. Вот сюда. Встать вот так вот. И когда призрак будет идти, вы это увидите. И начнете убегать от него. Вот тут шкаф открыть. Сразу отключить звук. Ой, нам это не надо. Нам уже карты Таро. И сейчас я вам покажу, как надо правильно убегать. Так, берем спички. Встаем на колено. И готовимся. Смерть. Выкидывайся. Сждем. Капец. Инсульт у меня сейчас будет. Кто это? Юзай! Чем-то на разью похоже. Все. Чем-то на разью. Блин, не знаю. Но он не менялся. А пока и обычно во время охоты постоянно трансформируется. Так. Блин, я в замешательстве. Кто такой разью? Вот мне интересно. Я не могу его найти. Райдю. Райдю. Это у бока, я думаю. Потому что на разью это не похоже. Поехали, че. Я угадал. Это был бока. Так в чем проблема фазморфобия, о которых я говорил в начале ролика. Первая проблема в том, что она очень быстро приедается. И буквально через месяц она вам надоест. Для этого нужно играть с друзьями. Ведь это кооперативный хоррор. Без этого вам будет скучно. Второе. То, что эта игра быстро перестает быть страшной. Например, в начале игры первые часов 10 вы чувствуете страх. А потом это превращается уже не в хоррор, а в что-то другое. Я считаю, это лучший кооперативный хоррор на эту тематику. Потому что таких игр в стиме я еще не видел. Зато в этой игре очень замечательные ивенты. И сейчас вы увидите, как я пытался пройти пасхальный ивент. Приятного просмотра. Итак. А почему у меня все первого левела стало? Почему? Ладно. У меня сбились все, короче. Это все стало первого левела. Но нам нужен только утрофиолет, фотоаппарат и фонарик. И все. Чтобы этот ивент выполнить. Короче, не включая света, нам нужно искать следы. Не включая. Вот. Вот он какой-то пошуршал. Попал? А. Он не попал. Он туда пошел куда-то. Вон он пошуршал, пошуршал. И где он? Тихо, куда-то опять побежал. Тихо. Не сюда. Чего он там бегает? Вот он, вот он. Куда он пошел? А вон он побежал. В диван. Капецун бегает быстро. Вот следы. Нет, он не тут. В подвал пошел. Или возвращался. не только в одну сторону и так повторюсь фазмофобия мне очень понравилась и это видео было снято где-то в конце марта в начале апреля я вообще пытался ее снять наверное с ноября и так я сейчас добавлю сюда пару кадров еще ноябрьских чтобы вам было понятно что вы смотрели если бы я не передумал и так сейчас посмотрите эти кадры и видео закончится с вами был картер с всем пока если хотите чтобы я снял кооператив со своими друзьями пишите в комментарии ставьте лайки но это так я совсем чуть-чуть намекаю всем привет с вами я евгений картерс и это фазмофобия так для начала изучим дело 006 что-то мне число не нравится и так общее дело имя джастин корриган боже мой